Всем привет, с вами Ювка. Сегодня я хотел бы рассказать про мероприятие битвы за нефтевышки. Смысл данного мероприятия в том, что все мафии сражаются за нефтевышки. На данном мероприятии разрешено использовать абсолютно все оружие, все механики, лучшие аксессуары, охранники, любые автомобили и так далее. За мероприятие дается очень хорошие призы, поэтому все хотят их получить. Самый главный приз это X2 Payday для всех участников мафии, которые зашли в зону и выиграли это МП. Далее идут предметы, а именно осколки заточки плюс 13, охранники, которые мафии выиграли, то есть в зависимости от победившей мафии, охранники будут принадлежать именно этой мафии с этими скинами. Также случайный культовый бронежилет, который стоит очень даже хороших денег. Инструкции для разбора, а также с очень маленьким шансом с нефтевышек падает новый чемодан с накладкой. На данное мероприятие можно собрать абсолютно любое количество людей, поэтому выигрывает толпа. Однако, в связи с последним обновлением, в котором был добавлен энергетический воздушный шар, это очень сильно повлияло на геймплей. Ведь раньше вы как стрелялись? Вы на оглушении играли. Сейчас, если вы соберете просто в свою команду 10 человек с этими шарями, никто оглушиться не будет. Шанс избежать оглушения будет просто 100% по радиусу. Так что вы должны кучковаться, вы должны ходить вместе. Главное, друг к другу не стрелять, ведь урон проходит по тиммейтам, это не банды. Все также выигрывают более слаженные команды, а также у тех, у кого аксессуары лучше. К примеру, на фоне вы видите игру, где мы играли 8 против 12 примерно человек. У нас у некоторых людей были аксессуары гораздо лучше, чем у противников, поэтому мы смогли запросто выиграть с огромным счетом в Battle Stats. После окончания можно было увидеть, что поубивали просто случайных людей, которые случайно зашли в эту зону и не имели никаких аксессуаров. А тех, кто стрелялся и были в сетах, убили один-два раза. Также интересным фактом является то, что все ГМ-ные машины в зоне мероприятия перестают быть ГМ-ными. То есть у них остается их здоровье 5500, однако оно не восстанавливается, машина не флипается и колеса не восстанавливаются. Поэтому для мероприятия хорошо подает пробу 700-й, а также другие лимитки, которые были одними из первых добавлены на проект и они не были ГМ-ными. Они просто имели хорошие характеристики. Наилучшим оружием для участия в этом мероприятии будет, конечно же, УЗИ, а также обрезы. Обрезы все так же хорошо глушат противников, а УЗИшками выносите огромный урон. Также вы не прекращаете перемещаться, соответственно, по-моему, сложнее попасть. Нашивка на бег СИДЖЕ во фракции работает замечательно. Вы можете использовать ее, я рекомендую. Она дает очень хорошее преимущество. Быстрое перемещение, а также быстрое перемещение СИДЖКИМ, когда вы стреляетесь в ПКМ. Уже ранее я выпускал видео, где я рассказывал про гранаты. Так вот, на этом мероприятии это отличное вооружение, которое вы можете воспользоваться, чтобы оглушить противников в большом радиусе и быстрых убить. Однако, учите, что граната работает в зависимости от вашего положения в мире, а также от положения противника. Положение противника высчитывается с задержкой, как и ваше. Поэтому вам необходимо какое-то время постоять рядом с противником, который стоит на месте, чтобы точно его оглушить гранатой. Что довольно нелогично, я считаю. Но так оно работает. Иначе вы будете глушить тиммейтов, которые стоят рядом с вами. Никто этого не хочет. Поэтому нужно каким-то образом просто почувствовать, когда гранаты работают, когда нет. А после их применять. Я думаю, если вы кинете гранат 50, вы поймете, когда они взрываются. Однако, даже если вы уже до этого кидали много гранат, вы все равно будете не удумевать, почему когда-то игроки ложатся, от взрыва когда-то нет. Когда-то вы вообще не кидаете гранату, а противники или ваши тиммейты все равно кладутся на землю. Такое было и у меня уже ранее, если что. Так как игра ведется по фрагам, то вам рекомендуется не отдавать своих тиммейтов, то есть сейвить их. А также не пускать игроков, у которых нет минус 90 к защите, в зону мероприятия. Ставить ограничения по рангу, просто предупреждать людей или увольнять их, чтобы они не сливали фраги противникам. Да, даже с минус 90 игроки умирают очень быстро и сейчас. Ведь урон просто огромный сюзишек, по 10 хп за выстрел. А можно также сделать еще больше. С учетом новых аксессуаров, можно сделать уже по 12 урона за выстрел. То есть с крита будет вылетать 120 урона сюзи и в игрока с минус 90 будет залетать 12 урона. Это очень много, игроки даже с 500 хп умирают очень быстро, особенно под огнем 2-3 игроков, игроки моментально умирают. Какие мои будут рекомендации на данный момент? Так как можно собрать 10 человек и не будет оглушения в принципе, можно воспользоваться их гранатами. Вы пользуетесь их гранатами, оглушаете противников, залетаете в них, убиваете. И продлеваете станы дальше гранатами или уже пулями, так как вы уже убили пару тиммейтов у противника, возможно у них уже нет 100% шанса избежать оглушения. Соответственно, вы этим пользуетесь. Оглушите их патронами, оглушите их гранатами и добиваете их на земле. Да, можно просто кружиться с узишками, но я думаю, что у кого-то будет не 100% шанс оглушения, то есть не будет допустим 10 человек с шарами рядом с вами и вы просто ляжете. А если вы ложитесь, это моментальная смерть, потому что по лежачему человеку на одном месте стрелять очень просто. В него летает тонна урона, 0% шанса выжить. Я могу привести пример с собой, вот я на МПшке один раз оглушился и упав, я как раз таки погиб. Что ж, на этот момент это все, что я могу сказать передо мероприятием. Соответственно, вы дальше играете на оглушение, вы играете толпой, стараетесь собирать топовые сеты, иначе вы будете проигрывать. Не забудьте подписаться, если вам понравилось. До встречи. Нет, урон проходит, все совсем двигается. Продолжение следует...